Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Восьмый день полет нормальный. За энтузиазмом свечить Олег Пирогорулько. Наместник головного врача подал приклад коллегам и одним из первших. У центральной поликлиницы прищапился от коронавируса. У меня абсолютно не изменился после инъекции мой распорядок дня. Сделал зарядку утреннюю. Самочувствие у меня никак не поменялось. Температура моя не изменялась. Никаких симптомов, которые описывают, что возможно быть там, например, горло побаливать или что-то еще. У меня абсолютно этого не было. Я уже седьмые, восьмые сутки уже пошли после первой прививки. И вторую прививку я планирую на 10 февраля. Первые прищапки от коронавируса медиаких родинско-центральной городской поликлиники зарабили 20-го студеня. У огольной колькости тогда вакцинировали 5 человек. После уведения первой дозы всем рекомендовано назирать за своим самоотчуванием. Не глядяши на то, что все прищапленные зараз на прационном месте и на здоровье не оскарлятся, урочи старанно сочат за их станом. Меня курирует моя врач-эмунолог, но к ней поводов обращаться не было. Я готова полностью к введению второго компонента вакцины через 21 день. Из симптомов, кроме усталости, маленькой слабости, ничего не было. Я много читала про эту вакцину и могу с уверенностью сказать, что хорошо вырабатываются антитела. И своим родным я тоже советую. У вогули иммунизация от ковид проходит все два этапа. С початку доброхотникам увели первый компонент вакцины, а празд 21 день зробит прищапку другим. Компоненты отразниваются активными речевыми, которые выходят в их складах. Это сделано для усмотнения иммунной обороны организма. Их свечать медики, вакцина не утрывливая самого коронавируса, а значит захвореть им або заразить инших после прищапки немогчима. Чувствую я себя после вакцинации хорошо, никаких симптомов после прививки нет. Привиться я решила в связи с тем, что у меня дома детки маленькие, живу с родителями пожилыми. Я не хочу подвергаться риску и опасности здоровья своих родителей и детей. Я по первичной специализации врач-анстатистолог-реаниматолог и вижу этих пациентов периодически в реанимации. Вижу тяжелое состояние пациентов и считаю, что если взять на чашу весов то состояние, которое люди переносят в реанимации, то вакцина – это самый лучший вариант защиты организма. Зараз первый этап вакцинации от коронавируса прошли уже 65 медработников Центральной городской поликлиники. Сама шустанова стала пришепочным пунктом, где вакцинацию проходят урачи и медсестры за стану Аховы здоровья за неманской частки Гродно. Мы прививаем больницу скорой помощи, станцию скорой помощи, вторую детскую поликлинику, вторую городскую клиническую больницу и нашу поликлинику Центральную. Желание изъявили привиться 312 человек. До слова не меньше охватных и сирот же хоров областного центра. На даденый момент у Центральной поликлиницы успеешь ожидающих пройти вакцинацию от коронавируса воль за сотню человек. Как прогнозуется массовая кампания по иммунизации насельництва стартуя в Беларуси и Гродинской в области у Красавику Бягучего года. Подаденных пресс-службы Министерства Аховы здоровья за опушние сутки у Беларуси зарегистровано 1651 пациент с COVID-19. Выписано 2143. С початку пандемии зарегистровано 241 133 человека с остановчим тестом на коронавирус. Вылечилось 227 068 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19. За период распространения инфекции померло 1678 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. За минулые сутки выконано больше за 15 с половой тысяч тестов. Судом Мостовского района вынесены приговоры относенных до 38-годового мясцевого жахара по криминальной справе об публичной образе представника улады у совести с выкананием им службовых обовязков и злостным хулиганстве. Обвиноватченный 15 жюня 2020 года разместил на одном из чатов телеграм-канала под вздымком старшини Мостовского района непристойный комментарий. Уверостника-стричнику неодноразово грубо порушал громадский парадок, что сопроводжался пошкоджением чужой майомости. Под навесом припынков развесил пуделы у милицейской вопротцы с надписами. А кроме того, у поля помеж мостами и агроградком мосты правый обвиноватченный расставил таблички в выгляде ритуальных надмогильников с пагардливыми надписами. Побач поставил труну с пуделом у обмундирования супрацовника милиции. У лесной массиве на древах нанес выявы белый червоно-белого колеру. Мужчины признаны виноватым на умысленных деяниях, что грубо порушал громадский парадок у публичной образе процедуника улады в связи с выконанием их службовых обовязков. Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение обвиняемого реального лишения свободы. Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, мотивы и цели содеянного, личности обвиняемого, суд окончательно определил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Проговору законную силу не уступил и может быть обскаржены и опротестованы во установленном законном парадку. Циклон Ларс, який пришел в Беларусь, покуль не отступая и додает новых порций снегу. Так, подаденный Хаббл и Гидромета, вышиня снежного покрова в Гродинском районе, перевысила в 40 сантиметров. С таким богатым опадков удовольствием замагаться усим отказным службам региона. Ольга Пеляншук расскажем. На даху дома по адресе космонавтов 6Б нависает снежная шапка, створающей небеспеку для людей. Такое поведомление поступило на пульт диспетчера ЖЭСа номер 6 Гродно. На ликвидацию погрозы по вызначенном адресе накеровываются дежурная бригада и спецтехника. Циклон Ларс по куль не отступая. Паудневый гость додал работы усим службам, а лея особливо коммунальникам. Уже другие сутки жилево-эксплуатационные службы працуют, как кажут, с самого ранку до позднего вечера. В 4 часа поднимаемся, в 5 приходим чистить. Теперь погода сами видите какая. Ной, один, снег тает, мокрый. Лопату это возьмешь, говорится, лопата 10 килограмм одна. Ну, очищаю так, ну, до часов полдесятого. В первую очередь, конечно, ступеньки очищаем, тротуарные дорожки. Нам в помощь специальная техника. Очищаем, посыпаем проезды, чтобы автомобилисты могли своевременно выехать, не опоздать на работу. Уборка поваленных древов у дворах есть еще один клопот ЖЭСауцел. На ликвидации подобных завалов специалисты проживают сами и у тандеми с иншими службами. На ветви деревьев также снеговая сильная нагрузка происходит. Есть случаи падения деревьев, но все производится экстренно в тот же день. Убираем, вывозим, сообщаем Зеленстрой, если это их территория. Они также выезжают, все убирают, все выполняем. Дороги в жилых микрорайонах и приватном секторе под пильным боком спецавтовосподарки и дорожников. А вот на подворок трактор не заедет. Зато сюда с лопатами в руках доберется молодь. Руки активистов БРСМ працы не боятся. Это теперь докладно ведая Евгения Иосифовна. Соцработник первое время мне помогал. Рада очень, молодцы ребята. Вот пришли, помогли. Я буду теперь узнать, ты, может, и огород, когда придете скопать. Вызвались от снегу господарку, очистить двор и стежки. С такими просьбами на молодевую горошую линию БРСМ звертаются инвалиды, ветераны войны, одинокие, сталые люди. Тут не отмавляют никому. Информацию, по яким адресе потребна допомога, поведомляют и супрацовники Центра УСАЦ обслуговывания. Заявок у нас достаточно много. Вчера мы посетили более 20 адресов. Сегодня на первую половину дня у нас уже есть около 10 заявок. Мы думаем, что к концу дня их будет еще больше. С невеликими перепынками снег протягивает засыпать регион. Многие гродзенцы у Чаканни допомоги от службов сами берутся за расчистку снега. Меркучи позводках синоптиков, не устоливая надворья с порывистым ветром и снегопадами, у регионе заховается до конца тыдня. А тому таки подыход, коли усе разом, талакой, справляются с проявами хоть и Чаканной, але усе ж выпрабавальной зимы, на ближайший час застается актуальным. Моцные снегопады, які продолжаются другие сутки на Гродзенщине, створили соправдный транспортный коллапс на дорогах областного центра. Ранецей своечасово доехать на працу, в учебу и по своих справах для многих жахаров города оказалось немогчимым. Причина гэтага – автомобильные пробки на заснеженных в улицах и сбои у руху автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Владимир Лобан выслуха умеркованне специалистов. Для работников Гродзенского троллейбусного управления минулые дни калинии надзвичайные, то особливо напружные. Специалисты отзанчают – унепогать вертання машин, у депо и подрихтовка до выезду на линию займает больше часу. Да и на маршрутах возникает немало проблем. Кинутые на дорогах легковики, які складано объехать, буксование электротранспорту, часом обрыв проводов. Погода в том числе вносит свои коррективы в работу любого предприятия. Будь то недавние морозы, будь то сегодняшние снегопады. Конечно же, работать немножко сложнее, скажем так. Но мы всячески стараемся и прикладываем все усилия, которые от нас зависят, для того, чтобы пассажирский транспорт, в частности городской электрический, работал в нормальном режиме. В настоящее время наши технические службы, это обслуживание троллейбусов подвижного состава, усилены дополнительно людьми, а также техникой. Ну и также наша служба, которая обслуживает контактную сеть. Тоже она усилена и дополнительной техникой, и дополнительной людьми. С коллегами солидарные их родинские автобусники. Для их снегопады принесли свои проблемы. Зосемь недавно калипановали моцные морозы. У автопарку было организовано дежурство по програвлению техники ночью. Опадки ж принесли, инши негатив. За моцных опадков, в которых они поспевают прибирать дорожники, вытримывать графики руху, у ранечных и вечерних пробках практически нереально. Отсюль скархи и незадоволен с пассажиром. Нелегко оказалось водителем в городе, водителем на пригороде, где очень много было переметов в дороге, скользко. Несмотря на все усилия дорожной службы, которые, я хочу сказать, хорошо работали, старались, но снег был такой силы, что буквально через небольшой промежуток времени после прохождения дорожной службы дороги все равно были переметаны. Очень было много опозданий, было много простоев автобусов. Где-то мы даже не смогли доехать в какие-то деревни. Паудневый циклон «Ларс» пакуль застаётся в регионе. Его наступствы за минулые сутки стали подставой для перехода на узмоценную працу широку ведомствам и экстренных службов. Так, за стихией нагрозничным тягом суток порушался энергосбеспечения свыше 400 насильных пунктов. На ликвидацию аварии накировались рамотные группы. А супрацовники МНС, каля 60 разов, выезжали на распиловывание упалых древов. Особливый график працы констатуют службы, протягнется пакуль циклон будет пановать в регионе. Знойденный орден «Червоной Зорки» передаденный родным «Червонармейца» ветерана Великой Айчиной войны. После долгой и кропотливой работы удалось установить, что владельником у Знагароды з'являлся Борис Мажаровский. 24 червеня 1941 года он был призванный у «Червоную армию» и до опошнего дня войны заставался на фронте. Теперь заховывать высокую Знагароду будут нащадки героя, Великой Айчиной войны, яке с теплуней и повагой вспоминают своего батьку и деда. Он рассказывал в случае, жуткий случай, конечно, что один раз он в какой-то там деревне, недалеко окопы были, и он присел. Сел и почувствовал, что он сел на мину, окопался, а рядом был траншея была. Он подозвал своего друга, сказал, чтобы ребята отошли, и, в общем, окопавшись, он прыгнул, ну, я не знаю, каким толчком, оказался в траншеи. И таким образом у него только ранение было. Урачистая церемония передачи ордена «Червоной зорки» пройшла у военным комиссариате у Гродня. Боевые у Знагароду у дельника Великой Айчиной войны Бариса Мажаровского с этого дня будут заховывать дачки ветерана. Особливую подяку родные герои выказывают Сергею Якимовичу. Мужчина знайшел орден на улице Терашковой у областном центре и передал его у военный комиссариат Гродна и района для пошуку уладальника. Пока был сделан запрос из военкомата в центральный архив Министерства обороны, ну, в Подольске, знаете, в это время получалось так, что мы свои архивы перелопатили, все возможности, так сказать, использовали и практически к моменту получения ответа на запрос у нас уже была полная информация по родственникам. В этом году у нас спланирована работа еще 52-го отдельного специализированного поискового батальона по информационным листам, по местам захоронений военнослужащих, которые выявлены, неучтенных воинских захоронений, так мы их называем. Поэтому эта работа еще будет продолжаться в летний период. Передают люди и награды, которые находят, и какие-то документы, и, соответственно, по этим документам стараемся собрать максимум информации. Таким чином, что год в своих уладальниках узнаходят неколи страченные узнагороды. Литерально в листопаде минулого года был вернутый медаль за боевые заслуги родным Степана Перогорульки и ветерана Великой Айчиной. На сегодняшний день завершается работа познодинной медали и пошук еще одного удельника войны и его родных. Эффективный агропромысловый комплекс один из ключовых складальников процесса умоцования экономичного потенциала в Беларуси. Головной метой развития сельско-господарчей сферы названо повышение конкурентной вздольности при заховании харчовой безопасности краины. Сгодно с основными положениями проекта программы социально-экономичных развития Беларуси на ближайшие пять год, как отзначают специалисты, великая увага повинна быть нададена живелогодовли. Гродзенская область за минулую молока выросла на 19%, мясо у всех видов на 14,5%, яек на 9%. И, как анализуют эксперты, заходячи из отрыванных даденых, у региона есть потенциал для дальнейшего роста и развития глины. Гродзенская область всегда являлась одним из лидеров в Республике Беларусь по производству жидноводческой продукции и вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности Республики Беларусь. Так, за прошлые годы во время реализации программы агробизнеса удалось нарастить производство молока на 19%, мясо всех видов говядины, свинины и птицы на 15%, яиц на 9%. Впервые в 2020 году удой на корову по области ставил более 6 тысяч килограмм. В будущей пятилетке ожидается не менее амбициозная задача увеличить продуктивность дойного стада до 7 тысяч. В 2020 году 4 сельхозорганизации Гродинской области добились значительных результатов молочной продуктивности скота. Так, в СПК Светизянка 2003 Карелийского района, Ханчицы Неман Свислочского района, СПК Свислоч и СПК имени Денщикова Гродинского района удой на корову за 2020 год составил более 10 тысяч килограмм молока на одну корову. Мы в полной мере наши передабатывающие предприятия обеспечиваем сырьем для производства высококачественных продуктов питания. Но эти продукты питания идут не только на полки наших покупателей Гродничины, а также по всей Республике Беларусь. Более того, за 2020 год реализовано молочных продуктов на экспорт более чем на 370 миллионов долларов, мясных продуктов на 100 миллионов долларов. Все успехи животноводческой отрасли не могли бы быть реализованы без жесткой селекционно-племенной работы, проводимой в Гродинской области. Так, на сегодняшний день у нас в области 34 племенных организаций, в том числе 11 по молочному скотоводству, 4 по мясному скотоводству, 6 по свиноводству, 1 по овцеводству. С этих племенных предприятий мы также получаем экспортную выручку. Так, за последние два года реализовано на экспорт более 600 животных, молочных и мясных пород, также 34 овцы и 1 лошадь. В последние годы значительно селекционного прогресса помогает лаборатория ДНК-технологий, открытая при нашем Гродинском аграрном университете. Что это нам дает? Это нам дает время, потому что на сегодняшний день мы можем исследовать животных на наличие заболеваний генетических, на определить гены продуктивности, гены многоплодия и другие полезные признаки, которые у животного могут проявляться. И не тратим средства, не тратим время для того, чтобы худшие животные у нас были в селекционном процессе. Так, на сегодняшний день в Гродинской области, в племенных хозяйствах находится более 3800 голов быкородящих коров с продуктивностью по матерям более 10 тысяч. Из них более 2 тысяч, уже 11 тысяч. Это наш золотой фонд. Это то, к чему мы должны стремиться. и в принципе мы этого добиваемся во многих хозяйствах. СПК имени Зенщиков в этом году уже надоело более чем 11 тысяч на одну корову в целом по всему стаду. В 2020 году в Гродинской области создана крепкая кормовая база. на одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено более 30 кормовых единиц травянистых кормов. Также практически миллион засыпано зерна в наши фуражные склады, что нам позволит в этот непростой зимнестойловый период добиться тех результатов, которые мы ожидаем от 2021 года. Также сохранность кормов во многом способствует то, что мы последние пять лет активно строим сенажно-силостные траншеи. Так, за эти годы построено 500 штук на объем более 800 тысяч тонн. Республиканский патриотичный працованный проект «Зимовый маршрут» продолжает свою вандровку по региону. Черговой кропкой припинку студентов Гродинского аграрного университета стал и Уйовский район. Тут активисты побывали в Суботницкой средней школе, где открытый аграрный класс. Ездим по Гродинской области, по школам, где обращаются агроклассники, так как в составе нашего отряда исключительно студенты Гродинского государственного аграрного университета. У нас много целей, мы преследуем в рамках нашего маршрута. Основное это патриотическое воспитание нашей молодежи, становление ее на правильную гражданскую позицию, а также приведение в порядок памятников. Программа «Сустреча» подкресливает студенты складена с уликами интереса у детей розного взрослого. Так, для першоклассников был взладжен чемпионат по сбору патриотичных пазлов. Двух четырех классников чакал майстер-класс по народно-прикладной творчести азбука белорусского орнаменту. У его рамках школьники учились робить ляльки обереги и гальштуки мотыльки своими руками. Дятей из пятых шостых классов запросили до занятков по культуре здоровых ладу життя. В учням старейших классов оказались корыстными правоориентационные мероприемства так само интеллектуальные гульня «Познай Беларусь». А кроме того бойцы от Рада Азимы рассказали школьникам про студентские будни и перевагах выбору профессии агрария. Я работаю с детками начальных классов. Мы с ними раскрашиваем раскраски, всякие памятники, рассказываем им о них. Также мы делаем куколки с ними в народные цвета Беларуси. Я считаю, что детки еще с детства нам нужно рассказывать им, давать им патриотическое воспитание. Деткам очень нравится, особенно делать куколки. Есть свои поблажки при поступлении к нам в университет, свои плюсы. Мы рассказываем о том, как мы можем с ними работать. Сейчас у нас в университете проходят видеоуроки, лекции, экскурсия по нашим корпусам. Мы рассказываем, как ребята могут в принципе вот это все посмотреть и узнать про наш университет. Республиканский проект «Зимовый маршрут» продолжается. Отрад «Азимы» был сформированный на базе Гродинского аграрного университета. В Центр своей уваги студенты взяли профильные агроклассы Сморгонского, Илевского, Лицкого и Шчучинского районов. Нагадаем, что стартовой кропкой проект стал Гродно, затем отрадовцы побывали у Сморгоне, теперь у Илли, напереде Лида и Шчучин. За тыдень бойцы отрады преодолю около 600 километров. И на этом наш выпуск завершен. Я развитываюсь. До У чатвер 28-го студеня у областным центры чакается в облачное надворье без западков. Ранец и слупук термометра покаже, каля 4 градусов морозу, днем до минус 2, а вечером до минус 5 градусов. Ветер пауднева заходний 24 метра за секунду. Атмосферный тиск 744 миллиметра ртутнага слупка. Великотность па ветра каля 90%. З улікам усіх метрологічных дадзіных отчуваймы температура па ветра на протягу дня будзе вагацца от 5 до 8 градусов морозу. У районных центрах 28-го студеня надворье будзе наступным. У Великой Бераставіцы каля 5 градусов морозу раніцей до минус трох днем і до минус пяти вечером в облачна без апаткав. Ветер пауднева заходні 24 метра за секунду. У слонімі лідзі і дзятлаві каля 6 градусов морозу раніцей до до минус до минус минус 5 вечером в облачна апаткі не яго годзі. Максимальна температура па ветра зазначеная 28-го студзіня ў Гродні 9,1 градусов тепла. Рекорд належыць 1983-му году. У районных центрах найхладні 28-го студзіня було у Ашмянах у 2010-м годзі. Слупок термометра пустіўся тады до 22,2 градуса морозу. Найцяплію гэты дзень було у Ваукавыску у 1983-м годзі. Було зафіксавана 9,2 градуса тепла. Ге магнітная ситуація ў четвер 28-го студзіня будзе даволі спрыяльнай. Сонічны актыўнасті не піравысіць ў зроўню невялікі ге магнітных хваляванню. У заход сонца ў 9,1 16 хвілін, захват ў 17,59. Светлавы дзень ў параўнанні сі радой павялічыцца на 4 хвіліны і складе 8,1 43 хвіліны. Па месяцовым календары паўня. Ада кладні 28-го студзіня ў 16,1 4 хвіліны пачнецца 17-й дзень месяцовага цыклу. Усё прышло ў равнавагу. Ачувальны не каторы лішак сил, і яго лепш заўсю накераваць ў творчая рэчышча, або растратіць на фізічную нагрузку, інакш энергія знойдзе выход ў неабдуманных учынках і дзеяннях. Можа назірацца частая змена ідеи і меркаванню. Лепш астерагацца змены настрою, гэта можа негатыў надбіцца і на праце і на сабістым жыцці. У чатвер 28-го студзіня па народным календары Павел. У народзі казалі Павел дня прыбавіў, пракмячаючы, што дзень став даў жэйшы. На Паула таксама наззіралі за надборўям, каб прадказаць, якім будзі лето. Па праваславным календары 28-го студзіня імяніны ў Паула, Алэны, Івана, Карла і Прохара. У каталікоў дзень анёла адзначаць Агнешка, Якуб, Юльян, Лявон, Марыя, Пётр і Валяр'ян. Музыка. Редактор субтитров А.Семкин